Продолжаем выпуск. Сегодня второй день крупнейшего агрофорума «День сибирского поля». В его рамках проходят семинары, круглые столы и конкурсы профессионального мастерства. О том, как это было, расскажет Дмитрий Бутков. Второй день крупнейшего сибирского агрофорума. Уже с 9 часов утра на всех площадках кипит работа. Здесь представлены лучшие образцы сельхозтехники и последнее оборудование сельхозмашиностроения. Люди уже начали на самом деле подходить с 8 утра. Здесь интерес очень многие люди проявляют, идет общение, появляются уже новые контакты. Буквально за каких-то пару часов уже мы провели две встречи, провели двое переговоров. Я думаю, что потенциал будет. Еще одно направление – фермерские хозяйства. Участники форума демонстрируют новинки для животноводства. В данном форуме впервые. Для нас это хорошая возможность показать свою продукцию, свой товар. Основное наше направление – это поставка животноводческого оборудования. Начиная от малых частных подворий до малых фермерских хозяйств. И также охватываем аудиторию животноводческих комплексов. Агрофорум «День сибирского поля-2017» – это еще и площадка для новых возможностей. Более 20 регионов России сюда, в поселок Пруцкой Павловского района, прибыли не только представители алтайских предприятий, но и делегации из Белоруссии, Украины, Казахстана. Не очень жаль, что у нас в Казахстане такие форумы не проводятся «Дни поля», потому что сам по себе Казахстан. Мы своими силами, а с помощью заводов проводим ежегодно 2-3 «Дня поля». Но это локальные мероприятия, которые стараемся организовать примерно так же. Масштабы, конечно, меньше. Впервые в этом году в Сибирском агропарке прошел конкурс профессионального мастерства. Эксперты должны были определить лучшего тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Участвовали 14 механизаторов из разных районов Алтайского края. Первое испытание – теоретический экзамен. Настоящее зрелище проходит и здесь, на шоу-полигоне. Вторая часть конкурса. Механизаторы состязаются на Кировцах 744-й модели. Эти машины собрали на Алтае. Здесь показывают искусство вождения и вспашки. Узнали, вот решили съездить. Проверить силы свои, на что способны. Работаем на такой же технике. В принципе, техника одинаковая, новая. Думаем, что победим. Тут главное не на время сделать, я думаю, а на качественную. Показать качественную плохоту. Механизатор, как и космонавт, должен следить за здоровьем. В рамках аграрного форума проходит передвижная выставка Министерства здравоохранения Алтайского края. Как раз концепция представленной выездной работы вписывается в общую тематику собрания сибирского поля, дня сибирского поля. То есть, это связано с тем, что любой сельчанин, механизаторы, будь то, или работники, или труженики села, готовы и могут пройти в любое время свое обследование. Как профилактического направления, так и консультативного врачебного приема. Здесь можно пройти ультразвуковое и флюорографическое обследование. В передвижном ФАПе окажут необходимую помощь, измерят давление. А врачи-эксперты подскажут, как правильно составить рацион питания, чтобы всегда быть в форме. Если плохо питаться, то можно себя довести до такого состояния. Здесь плюс 10 килограмм. Сейчас попробую присесть. Ну, не сказать, что тяжело, но некомфортно. Место проведения агрофорума неизменно вот уже 10 лет. В следующем году сюда, в поселок Пруцко-Павловского района, приедут механизаторы, аграрии, сельхозтоваропроизводители. И если в этом году здесь побывали представители 240 компаний, то вполне возможно, что в следующем их будет больше. Ведь слава о дне сибирского поля уже давно шагнула за пределы России. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин, Антон Червяков, Дмитрий Козелыга. Новости.